Так, ну что ж, давайте начинать делать анимацию. Я выбрала достаточно коротенькую фразу, вот она. Что я могу сказать вам на домашку? Я рекомендую взять фразу по длине, просто чтобы потренироваться и было больше возможности попробовать всяких разных, скажем так, настроений, с переменной настроения у персонажа, чтобы полностью освоить, скажем так, эту технику. Прежде всего мы начинаем с вами, как и обычно, с более крупных движений, поэтому сначала выставляем, как у нас будет вести себя голова, как у нас будет вести себя тело, шея, все вот эти вещи, к которым уже крепится лицо, а затем с вами будем настраивать сам липсинг. Пока отключу звук. Или давайте оставим. Я себе здесь поставила пометочки для того, чтобы понимать, где какие слова. Можно делать, можно не делать, можно сразу ориентироваться на звуковую волну. Но из-за того, что я параллельно и записываю, и делаю, да, мне легче, чтобы у меня здесь были обозначения. Просто в силу технических особенностей. Так, рот пока заблокирую. Я хочу сделать его таким пафосным немного. Ну, как немного? Много. Давайте выставим. Прежде чем выставим, я еще хочу скопировать текст. И сказать, что это Head Rotation. И сюда это у нас Broaden. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь все подключено. И я картину точно не запутаюсь. Давайте выставлять позу. Так, у меня здесь, кстати, видите, немножко полезли артефакты. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, подтянул волосы, чтобы не так все было. Заметно, да? И давайте поставим, естественно, ключ. Так, что у меня тут слетается? Все, есть, все, ставим ключ. Я хочу еще сделать такой взгляд вниз. Рот давайте пока прикроем. Так, где мой прикрытый рот. Так, и теперь поставим ключи. У меня как бы прищурился немножко такой. Так, и мне немного не хватает, скажем так, одного контроллера, для того, чтобы голова у меня вращалась еще дополнительно. Поэтому я создам, выберу свой вот этот head control. Вот. И создам такой шейпик. Здесь. И к нему привяжу наш head control, который у нас был вспомогательным, да? И этот кругленький я вяжу, естественно, к шее. Таким образом я могу дополнительно перемещать голову, да, без боли для нашего рига. И могу еще делать ей наклоны. Давайте поставим position. И так я хочу… Основная идея у меня такая, что он проговаривает эти первые слова, да, I am. И на the law он поднимает голову и говорит это все уже как бы зрителю глаза в глаза, чтобы добавить такую динамику нам в диалог, чтобы он не просто стоял и шевелил во рту, и на этом как бы все закончилось. Поэтому давайте выставим основные позы. И там – это так. И. 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 Глаза у нас идут в центр, даже немножко пусть вверх задирает голову, чтобы это было еще более величественно и надменно. Нам бы здесь хорошо глаза как-то деформировать. Давайте он как бы задерет вверх брови и на вело снова их суфит, скажем так. Я хочу сделать такое. Медленное опускание головы здесь. И давайте еще, знаете, что сделаем? Переведем тело в кривые и немножко поменяем там форму. Здесь вот он наш паз. Я хочу немножко приподнять плечи. И не забываем анимировать еще и шею, потому что она должна стоять просто как столб, когда все двигается. Есть плечевой корпус, да? Медленное опускание головы. Так. Основные моменты мы с вами выставили. Сейчас нужно будет их доработать. Смотрите. Движение, как я уже говорила про 12 принципов анимации, должно начинаться с подготовки. Поэтому у нас вот такого резкого поворота наверх не может быть просто так. Нам обязательно нужна небольшая подготовка. Поэтому опускаем чуть ниже. Есть. Вначале я добавляю еще пару кадров, чтобы он у меня сделал акцент, такой кивок, когда он говорит «I». Смотрите. То есть резко вниз и дальше ползет, как у меня и ползло все вниз. Так. Артефакт этот, конечно, меня сейчас немного напрягает, но давайте с ним потом разберемся. У нас персонаж говорит «Вело», плечи не могут идти, останавливаться, точнее просто так. Нам, конечно же, тоже нужна и подготовка. Да, вот где-то здесь же. И основное движение. Тоже на таком же тайминге. Давайте вернем. Так. Еще больше его сожмем, чтобы он у нас прям выпрыгнул. Да, только слишком я вниз. Это остаточное колебание угла. Надо чуть поменьше. Вспоминайте мультяшки, вспоминайте, если вы смотрели какие-то старые мультики, смотрели какие-то новые мультики. Обращайте внимание на то, как аниматоры утрируют какие-то движения, что они подчеркивают, что они наоборот скрывают, заглаживают. Так что это вам 100% поможет. Давайте туловище тоже здесь подкрепим. Делаем тоже такую подготовку для головы и для туловища. Слежь консилом. Слежь консильмо. Слежь консилем. смотреть какая подготовка у нас получается есть то есть он немножко разжался чтобы сжаться еще сильнее затем сбивает с толку сейчас шея потому что он двигается отдельно от всего нам это же нужно заанимировать вот поворот головы согласно тем ключам которые мы расставили давайте немножко так и чуть ниже тайминг рассинхрон я буду настраивать попозже единственное давайте сейчас исправим интерполяцию чтобы не было никаких захлестов у нашего контроллера а а и и и и и и и и Продолжение следует... 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 в начале я скил для головы вообще не добавляю вот можно это все удалить потому что в принципе у нас нет такого экстремального движения squash and stretch нам здесь как бы особо не нужен а вот на второй части фразы да где он говорит i am the law где у нас акцент идет прям такой эмоциональный сильный я добавила немножко squash немножко stretch чтобы подчеркнуть эту эмоцию еще больше по-моему отлично давайте теперь поработаем немножко с кривыми и немножко с таймингами эти ключи я оставлю скорее всего линейными или наоборот даже автобезье и обязательно последние ключи я хочу еще больше сгладить чтобы был еще более плавный выход из анимации возможно даже еще отодвину можем попробовать здесь немного поиграться и на верхней точке сделать ему такое небольшое зависание давайте посмотрим будет хорошо по моему отлично чтобы еще больше подчеркнуть эту эмоцию так и первые ключи давайте только аккуратно надо выделять вот давайте их тоже немножко подтянем немножко разобью по времени а растянуто с ним так что он неплохо получается можем с вами посмотреть что происходит там с головой почему она так обрезается странно и будем приходить к анимации рта может принципе практически закончили вот я решу дело просто я нарисую маску и просто уберу ему макушку все что ж можем выставлять потихоньку наш рот давайте позиции по кривой или по буквам которые вы выбрали принципе здесь особо не важно рот должен закрываться еще например вот а здесь и и да и и и Продолжение следует... После того, как проставили все основные ключи, еще раз пройдитесь внимательно по звуковой дорожке, прослушайте, посмотрите, где начинается какой звук, где он заканчивается, где рот открывается, где он закрывается. Это главное. Еще раз проставьте какие-то неточности, да. И здесь есть один моментик, опять же, говоря о нашей интерполяции. Если работаете со слайдером, то, естественно, не забывайте включать линейную интерполяцию для траектории слайдера, чтобы не было дополнительных петель, чтобы он у вас не делал какую-то лишнюю анимацию. Еще один момент насчет слайдера. Когда анимируете слайдером, так как у вас все ваши морфемы, которые вы сделали, завязаны и все рядом находятся, смотрите, чтобы ваш персонаж не говорил, грубо говоря, там один звук, а он открывает рот два раза, потому что есть анимация слайдера. Подчищайте эти моменты, следите за этими моментами, чтобы ваш липсинг был чистым. После того, как мы все с вами выставили, давайте настроим интерполяцию, сделаем это все более динамичным. Я делаю изи-изи-ин и еще подтягиваю, чтобы еще меньше было шансов у нашего джойстика сделать какие-то дополнительные лишние телодвижения. Что ж, по-моему, неплохо. По-моему, очень даже. Так, нам осталось буквально по мелочи. Давайте все дело можем рассинхронить и можем еще немножко добавить скоша и стретча нашему рту. Давайте попробуем. Вот он наш рот. Рот у нас огромная одна композиция, мне это сейчас не совсем удобно, поэтому я воспользуюсь своим скриптом автокроп. Его можно скачать, без проблем поставить, так как я показывала в самом начале нашего курса. Вот мой автокроп. Выбираю композицию, говорю автокроп. Вот. Но здесь будьте внимательными, чтобы у вас ничего не обрезалось. Выбирайте самую широкую позицию. Давайте как-то так, наверное. А то, видите, подрезалось. Ну, можем с вами всегда. Всегда сделать рот пошире, просто чтобы обрезать. Я не хочу просто, чтобы у меня все слетело, поэтому я делаю именно так. Ну, немножечко. Немножечко упал узло. Не страшно. Давайте вернем рот на место. Поставим анкер-поинт в середину. И я могу заанимировать дополнительно скейл относительно наших морфе. Чтобы у меня появились такие подготовки, скажем так, тоже. У рта они имеют место быть. Такое совсем еле заметно. Движение, но рот уже не кажется таким безжизненным. Такое. 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 то есть тот же самый squash and stretch только дополнительно еще для рта чтобы нас мимика была как можно более живая давайте что по мелочи по мелочи взгляд давайте немножко он чуть раньше будет идти чем подыматься вся голова можем попробовать здесь моргнуть и и так и здесь давайте добавим пару возможно движение посмотрим насколько это будет хорошо выглядеть буквально в несколько кадров через несколько кадров у нас будет двигаться наш зрачок и где-то здесь еще раз пусть моргнет на этом движении зрачка так что такое по-моему очень даже неплохо вот это движение небольшое движение зрачка делает взгляд живым буквально совсем на чуть-чуть нужно подвинуть давайте в конце он снова глянет именно посередине очень близко давайте таки оставим пару движений потому что иначе кажется что у него бегают глаза да и он такое что-то скрывает но если у вас какой-то хитрый персонаж и у него как раз такое настроение то можно вот именно утрировать это движение сделать ему такие бегающие глаза это будет здорово подчеркивать мне нужно просто немножко оживить чтобы он казался живым опять же так 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 Опять же, в моргане может принимать участие также не только верхнее и нижнее веко, но еще и можем использовать с вами анимацию бровей, если хотим сделать это более выразительным. Более, скажем так, ярким движением. Если же такой задачи не стоит, то, естественно, нет. Помимо этого, можно еще делать сквошь и стрейч глазам, если у вас именно мультяшный какой-то персонажик. У меня здесь а-ля такой реализм все-таки более-менее. Ну, графика такая, да, поэтому у меня нет такой возможности сейчас. А-ля-ля! 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 И разденем брови. Опять же, здесь тоже можно делать подзапроски. Просто главный вопрос, насколько сильно это все будет шевелиться. Продолжение следует... 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 поворот. Давайте на кадр. Видите, персонаж становится более гибким, более живым, интересным. А мы просто все разбинули на пару кадров буквально. Так, взгляд я уже редактировала. В конце я добавила еще небольшое такое сужение зрачков. Касательно контроллеров, касательно всех вот этих слайдеров, что могу сказать. Вы выбираете, что вам выносить в эти слайдеры, что вам удобнее контролировать. Например, брови, поворот и подъем бровей гораздо легче контролировать одним слайдером, чем двумя, тремя ключами. Поворота, пасса и позишена. Если вы можете сузить зрачки с помощью одной кнопки, одних ключей, то возможно нет смысла делать какой-то дополнительный слайдер на этом. Если вы хотите сделать, допустим, слайдер на выпученные глаза, чтобы он их сужал и наоборот делал огромными, то возможно есть смысл настроить всего один раз анимацию сужения, расширения глаз и привязать все это всего лишь к одному слайдеру. То есть у вас там будет куча ключей скейла, пасса, возможно какие-то маски, еще что-то. Проще все это дело привязать. Я показала какие-то основные вещи, как работает вся эта история. Но как вам настраивать конкретно вашего персонажа, это полностью зависит от вас. Это действительно творческая свобода и интересный такой момент, где вы можете поразмыслить на несколько шагов вперед, что вы хотите в результате получить. Например, сейчас я понимаю, что было бы здорово мне иметь еще дополнительный контроллер для того, чтобы он меня сужал, расширял глаза. Я могу это сейчас добавить, да, без проблем. Просто основной посыл такой. Думайте чуть-чуть, вот на пару шажочков вперед, что вы хотите сделать, чтобы у вас был тот или иной контроллер. Ну, я докинула еще здесь шлем, где-то он тут лежит. У него есть еще наплечники, но наплечники я сейчас уже не ригала, чтобы пошло не по плану. Давайте я сейчас перепривожу. Вот, например, я выбираю свой head rotation, да, выбираю, что я к нему привязываю и говорю по Y. Говорю connect. Все, привязал. Вот я могу в любой момент все, что мне нужно, допривязать. Затем, в конце я делала вот такую сцену. Здесь ничего сложного, на самом деле. Здесь просто заблюренная фотка с эффектом блюра. Немножко кривыми подширила здесь, скажем так, чтобы она выглядела как-то интересно. Оригинальный мой дред, тень. Тень сделана чуть более, скажем так, посложнее, как мы делали liquid motion. Я дублирую просто свой слой вот этот оригинальный, да, оригинального персонажа. Говорю ему fast blur. Вот он у меня блюрится. И говорю кривые. И кривыми редактирую альфа-канал, чтобы он у меня, видите, давал такую тень внутреннюю, потому что у меня как бы освещение позади персонажа, поэтому у меня эта часть будет тени, а по краям будет как бы свет. Затем я снова дублирую свой своего персонажика. Вот он слой. Опять кидаю fast blur. Блюры здесь все достаточно сильно. Снова дублирую, как ни странно, перса. Тоже все дело блюрю. Все у меня в блюре. И создаю таким образом свет. У меня здесь режим наложения screen. И делаю маску трека. Альфа-мейт-инвертед. Таким образом у меня здесь появляется такое небольшое освещение вокруг, да. И сверху у меня еще лежала текстурка какая-то небольшая. Ну, просто так, чтобы не очень скучно было. Можно занимировать фон дополнительно, чтобы он как-то там прибежал, типа огонь или что-то около того. Ну, в принципе, вот такая завершенная картинка, завершенная история, которая, в принципе, вписывается в тот концепт, который у меня изначально есть. А это судья дред, это брутальность, это огонь, взрывы, не знаю, пафос. Все, что можно придумать. Вот. Поэтому вы тоже можете поиграться так же, как и я. Придумать что-то такое. Интересно сделать какой-то фон-арт. Если у вас нет ни времени, ни желания, то без проблем. Просто сделайте законченную композицию. Не просто на черном фоне там какой-то персонаж скучный. Подумайте, как это все оформить, потому что в любом случае это должно быть классно сделано, чтобы не стыдно было показать клиенту, потенциальному заказчику, если будет задача на липсинг или анимацию персонажа, то у вас будет тестовый, уже готовый кусок, который вы можете презентовать. Поэтому, пожалуйста, не забивайте на оформление. Как бы тоже важный момент. Влияет на общее впечатление. Ну, и раз мы начали про домашку, то я еще раз напоминаю. Я брала короткую фразу, чтобы показать основной концепт, основной, скажем так, рабочий процесс. С вас я ожидаю до 7 секунд фразу. Можете выбрать, какая вам больше всего нравится. Лучше, конечно, всего, чтобы не было никаких посторонних шумов, естественно. Тогда вам будет а, легче анимировать, б, будет лучший кусок для вашей презентации. Но если совсем никак, то как бы здесь уже ничего не поделаешь. Так что имейте в виду. Ну, около 7 секунд липсинга у вас быть должно. У кого рот не такой, как у меня, сделан не губами и будет не с помощью джойстика за ригом, то вы помните, да, вот обычный рот. Мы просто анимируем паз и таким образом создаем морфемы самостоятельно руками. Этот способ более гибкий. Вы сразу можете сделать и подготовки, и скошен стретч сразу добавлять. Вам не надо никакие скейлы, никакие дополнительные прикомпозы. Ничего этого не надо. Просто сразу анимируйте паз, как вам нужно. И все будет здорово шевелиться. Вот. Ну, на этом у меня все. Такой достаточно объемный, большой, завершающий урок. Надеюсь, основной посыл понятия, надеюсь, вам понравилось. И всем пока. Продолжение следует...